Сегодня попытаемся приготовить винегрет. Ну, как готовить винегрет традиционным способом, знает, наверное, каждый человек. Это нужно долго варить свеклу, морковь, причем варить их отдельно, варить картофель. Потом вот этот липкий, слизкий картофель и морковь нужно резать. Мы попробуем сварить по-другому, при помощи аэрогриля. Все сырой картофель, морковь и сырую свеклу мы сейчас нарежем сразу кубиками с помощью овощерезки Бёрнер. Чтобы с помощью овощерезки Бёрнер нарезать кубики, необходимо вставить картошку в овощерезку и перпендикулярно линию движения по ножам сделать надрезы. И тогда не надо будет нарезать отдельно эти брусочки, потому что овощерезка Бёрнер, наша мотыля, нарежем брусочки. Вот мы вставили, и теперь нарезаем. Точно так же нарезаем морковь. И теперь нарезаем свеклу. И теперь нарезанные кубиком овощи, картофель, морковь и свеклу загружаем в руках для запекания. Чем хорош именно такой способ приготовления винегрета? Обычно, когда мы варим морковь, картофель и свеклу в воде, все полезные вещества уходят в воду, которую мы потом, в общем-то, сливаем. Здесь же они все остаются в продукте, потому что здесь картофель, морковь и свекла до винегрета будут готовиться практически на пару. Загружаем вот эти все овощи, заливаем туда 3 ложечки горячей воды и закрываем клипсы и ставим в аэрогриль на 55 минут. Нарезанные овощи в рукаве для запекания лежат в аэрогриле. Я установил время 55 минут, 260 градусов, скорость вентилятора высокая, пусто. Наша овощная смесь готова. Достаем ее из аэрогриля и выкладываем в форму, где она будет остыть. Пока овощи будут остывать, мы нарежем огурцы и откроем зеленый горошек, то есть другие ингредиенты, которые необходимы для винегрета. Субтитры создавал DimaTorzok